Оставалось почти 70 лет. Но что можно сделать за такое ничтожное время? Ялхор вздохнул и перевернулся на другой бок. Жизнь не удалась. Под ребро колола своим легендарным истрием копьется на кикыт. Добрая старая работа, теперь таких не делают. Ничего теперь не делают. Есть не хочется. Значит, ничего не хочется. Или попить сходить. Ялхор потянулся так, что хрустнули все 456 позвонков, перевернулся лапами к низу и привстал. Голова закружилась. Сколько же он лежал? Что-то около полугода. Надо все-таки разминать кости раз в месяц хотя бы, а то соли какие-нибудь отложатся. Кстати, а где выход? Сзади. Вот ведь в прошлый раз, когда вполз в пещеру после кормежки, так даже развернуться головой к выходу было лень. Докатился. Ялхор укоризненно покачал сам себе головой и стал сдавать задом. Пещера у него была довольно узкая, драть бока о стены не хотелось, хотя хвостом дорогу нащупывать тоже не бог весть какое удовольствие. Ну вот, теперь неудобно во всех отношениях. Кто там? Лорд? Лорд-дракон? Простите, я не ожидал, что вы так выглядите. Я никогда прежде не видел драконов. А ты кто? Ялхор даже не знал, как теперь поступить. Вернуться к лежбищу и обратиться к гостю головой? Как-то не солидно получится. Антон! Антон меня зовут, я по делу. Я... Скажите, а у вас есть зубы? Есть, но в другом месте. В другой части, я хочу сказать. Какое дело? Ну, мне, понимаете, нужен зуб дракона. Так. Знаешь, давай-ка выйдем на свежий воздух все-таки. И Елхор продолжил прерванное движение. Сзади кто-то, называющий себя Антоном, оступился, коротко ойкнул и зашуршал по камням к выходу из пещеры. Через некоторое время дракон почувствовал на шкуре, которую в тех местах можно было назвать условно нежной, дуновение свежего ветерка, а вскоре уже смог извлечь из тоннеля голову на стройной шее, чтобы, наконец, увидеть собеседника. Собеседник представлял из себя человека. Довольно мелкий и сухощавый экземпляр. Продолжай, сказал ему Елхор, щурясь на солнышко и разминая крылья. Зуб дракона. Зуб дракона входит в рецептуру, попытался оправдаться Антон, зачарованно глядя на облачка дыма, вылетающие из пасти дракона, который оказался не таким страшным, как показалось было в пещере, но более... ужасным. Какую? Значит так, понимаете, лорд дракон, я не из этого мира, я попал сюда в результате природного катаклизма, вызванного, возможно, людьми, и хотел бы вернуться домой. Там лучше, чем тут? Неа, но... я хотел бы кое-какие вещи оттуда прихватить, потом еще эту... Понятно. Итак, ты пошел к каким-то знахарям, и они предложили тебе некое снатобье, а только у них не оказалось зуба дракона. Да, ему надо истолочь. Антон вытащил из заднего кармана джинса в клочок бумаги и зачитал. Истолочь в крови девственницы. Истолочь. Девственницу ты уже зарезал? Нет, но мне показалось это уже проще. Я решил начать с зуба. И мне сказали, что дракон живет тут, и я подумал, что у меня может быть лишний зуб. О том, например, что растолочь зуб дракона можно только журновами богини Аддус, ты подумал? Или хотя бы о том, что дракон может опититься и просто тебя съесть? Йелхор подался вперед. И вообще у меня складывается пренеприятное впечатление, что ты меня не боишься. Далеко в лесу кто-то завыл, довольно тоскливо подчеркнув наступившую абсолютную тишину. Нет, нет, я вас боюсь, лорд дракон, я совершенно не ожидал, что вы такой, такой ужасный, замахал Антон руками, переступив на дрожащих ногах. Не кстати захотелось в кустике. Ну что ж мне делать? Мне нужно домой, у меня семестр. Семинарист тот худой. А знаешь, семинарист, почему тут костей перед входом не навалено, как у других драконов? Да может я ем с костями? А естественные надобности предпочитаю справлять в гостях. Элементарная чистоплотность по дракону, знаешь ли? Йелхору понравилось, как перепугался человечек. Другое дело, да пряться в пещеру, как к себе домой, зуб едва ли не требует. Не поздоровался даже. Значит так, давай-ка сочини причины, по которым я должен тебя отпустить живым. А я пока водички попью. Чудовище немедленно уковыляло куда-то за валуны, и Антон облегченно вздохнул. Удрать! Вот лучшее, что можно придумать, да и добряк дракон, кажется, на это и намекал. Антон повернулся и зашагал вниз по склону, затягиваясь сигаретой. Черт, последний, осунул в рот, совершенно не задумываясь, вот такой стресс. Ладно, чего уж, застрял в этой дыре с драконами, похоже, надолго, придется бросать курить. И зажигалка целее будет, а то ведь еще что-то захотел сделать. Ах да, страшно, странно, помочиться расхотелось совершенно. Антон дошел до рощицы и запетлял между деревьями. Доброта, доброту, я ведь мог драконы передумать, не стоит быть слишком заметным с воздуха. Однако новые дороги имеют и свои минусы. Через полчаса Антон понял, что заблудился и совершенно не соображает, в какой стороне логово дракона, а в какой грязная деревенька. Еще через полчаса хаотического блуждания по рощи, оказавшейся совсем не маленькой, деревья перед ним неожиданно разбежались в стороны, и он оказался перед изумительной красоты озером. Это было настоящее горное озеро. Да что там настоящее, это было самое горное озеро из всех озер. Почти круглое, метров 200 в диаметре, со всех сторон, нагруженные совершенно голыми скалами, ни одного пологого спуска, наполненные чистейшей водой цвета неба, а у противоположного берега в озере купался дракон. «Но надо же быть такой ленивой тварью!» Елхор поленился дойти до ручья, решил напиться прямо с берега, встал на краешек и вытянул шею. Не очень-то ведь и удобно, вот что самое обидное, но лень! Как результат, не прошло и часа, только-только горло промочил, как берег под ним частично осыпался, дракон, потеряв опору, некоторое время балансировал на краю, ну и, понятное дело, свалился в воду. Набился! Каким чудом, не умеющий плавать, Елхор сумел вынырнуть, сперва камнем пойдя под воду, оставалось для него непонятным. Как намокшие крылья сумели вздернуть его кверку достаточно, чтобы он смог зацепиться зубами за единственное растущее на берегу дерево тоже. А ведь давно хотел это дерево выкорчевать, чтоб не портило пейзаж, но лень было! И вот замечательная картина. Елхор, беспомощно болтающийся в воде и удерживающийся на поверхности, только будучи подвешенным за собственную шею, которая крепится к дереву посредством знаменитых злоконих зубов, которые, главное, сильно не сжать, потому что деревце хрустнет, и тогда конец. Красиво! Елхор застонал. Почти семьдесят лет до смены кожи. Похоже, времени гораздо больше. Практически вечность. Антон смотрел на дракона, дракон смотрел на Антона. Дракон говорить не мог. Антону сказать было нечего, но разве только... Я могу чем-нибудь помочь? Глупость какая. Подъемный кран не поможет. Покурить бы, а нечего. Кстати, вон они, зубы, совсем рядом. И мысль попробовать выбить хоть один тоже рядом, как не старается Антон ее отогнать. И некрасивый, и помимо того, ведь полыхнет один раз огнем, а он может, это сразу видно. Да и терять ящерицу, кажется, нечего. Здесь, наверное, глубоко. Дракон мученически прикрыл глаза. Мало того, что умирать так глупо, так еще на глазах у идиота. Так ему и надо, ленивый тварь, и позор у драконьего племени. Дерево потрескивает. Глубоко ли? Оно бездонное, человечек. Глубоко это? Если бы были какие-то веревки или плод сделать, но топора нет, да и не справлюсь я один, а озеро отсушить нельзя? Выпить еще предложи. Или наоборот, например, повысить уровень воды, вот бы и всплыли. Дракон заморгал. Беседа продолжалась еще около часа, пока Антон не понял предположительно, что в пещере есть меч. Что за меч? Пойти посмотреть. Дракон оживленно моргал, видимо, Антон понял его мысль достаточно точно. А озеро все-таки было немыслимо красиво. Хотя снизу так вряд ли кажется. Меч Чепсаволок. Несмотря на дурацкое имечко, которым он был обязан само собой гномом, чрезвычайно полезен при всех работах, связанных с глобальным разрушением. Меч Чепсаволок рубит в крошку все на свете, за исключением, может быть, только уж совершенно неломаемых вещей, вроде зубов дракона или жерновов богини Аддус. Антон понял это, когда скала рухнула, похоронив под собой все остальные сокровища дракона, о чем Антон теперь жалел. Но поздно. Зато меч, вот он. Скалу кромсает, как... Как воздух, вот. Ну что ж, если надо завалить ту порожистую речку, что вытекает из озера, то теперь к этому никаких препятствий не имеется. Времень уйдет только на то, чтобы добраться до подходящего места и еще чуть-чуть. И так оно все и вышло. На то, чтобы уровень воды в озере поднялся достаточно, чтобы Йолхор смог, подгребая лапами и крыльями, выбраться на берег, ушло еще часов шесть, и за это время рельеф местности несколько изменился. Трудно удержаться, когда у тебя в руках чипсоволок. Дракон встряхнулся, опасливо покосился на меч в руки Антона, потом обвел глазами окрестности. «Знаешь, это хорошо, что такие вещи обычно лежат у драконов в пещере. Ты уж извини меня, человек Антон, но очень хорошо. Хотя, огромное тебе спасибо». «Да не за что! Только вы знаете, я вашу пещеру того... завалил ее». «Ладно уж». Драконы умеют быть великодушными. «Ладно, раскопаю». «Надеюсь, ты не думал замаскировать обвалом воровство?» «Чипсоволок, кстати сказать, было бы очень порядочно с твоей стороны мне вернуть. А уже потом я тебя спрошу, чем могу помочь». «Да вы ведь знаете!» оперся на меч Антон и тут же оказался лежащим на земле. Меч провалился по крестовину. «Мне б домой!» «Зачем?» Очень кротко спросил его дракон. «Знаешь, пока я купался, мне пришло в голову. Я решил заняться своим характером. Я решил стать лучше. Я решил не лежать больше в этой горе, а отправиться в путешествие. Может быть, за оставшиеся до смены кожи 70 лет я успею все-таки совершить подвиг. Чего в жизни не бывает?» «Но в путешествии нехорошо пускаться в одиночку. Мне нужен спутник. Знаю точно, случаи плодотворного партнерства человека и дракона в истории бывали. Гарантирую, пока ты со мной не мерзнуть, не голодать, ты не будешь». «Да, но... ваше предложение так неожиданно». «Зови меня, Ялхор». «И потом... А что за подвиги? Я ведь студент-недоучка, я, в общем-то, ничего не умею. Да и домой все-таки хочется». «Домой всегда хочется. Это приятное и полезное чувство. Но, знаешь, я несколько удивлен. Ты отказываешься?» Дракон был не просто удивлен. По его расширившимся глазам, по язычкам, пламени, лизавшим ноздри, Антон заподозрил еще кое-какие эмоции. «Не сердись, пожалуйста. Я с удовольствием просто хотел предупредить. А ты чем предполагаешь заняться?» «Воот!» Ялхор откинулся на хвост и принялся яростно жестикулировать передними лапами. «Вот именно! Я не знаю! Я сам уже полторы тысячи лет не могу придумать, как именно отметить смену кожи, чтобы не опозориться и не нарушить традицию. Понимаешь, древность расы, философический настрой определенный такой всей нашей культуры несуетность. Это губит!» «В то же время помыслы человека достаточно мелкие, чтобы всегда чего-то хотеть. Вот ты чего хочешь? Домой!» «Опять!» полыхнул огнем дракон. «Хорошо! Начнем с поиска дороги к тебе домой. Все равно я не знаю, где я там. Значит, сперва мы отправимся в град Великий Хос за советом обитающих там магов Ордена Прибезликих, если Орден еще жив. Неважно, кто-то там есть. Из этого кого-то мы попробуем что-то вытрясти, и тогда на нас кто-то нападет. Ну, ты понимаешь, да? Понимаю! По рукам!» Антон уже рассматривал спину дракона в поисках наиболее удобного места для седла. «Летать на драконе!» «А раз уж так все сложилось, обойдемся без диплома!» «А меч можно с собой взять?» «Нет!» Развел лапами дракон. «Драконы собирают сокровища, они растаскивают их по всему свету. Такова традиция!» «Ну, я очень рад, что ты согласен, ведь самому-то мне ничего не нужно, вот в чем проблема!» «Эх, даже аппетит разыгрался на эмоциях!» «Кхм!» «Жди здесь!» «Я полетел!» И не тратя больше слов, дракон чрезвычайно смешно пробежался по полянке и взмыл в воздух!» «Как красиво они летают!» «Думал Антон, поглаживая чипсоволок!» «Вообще здесь красиво!» «И горы, и озеро, и деревья эти!» «Ну что, прогуляем учебу?» «Хотя выбора, кажется, нет!» «Эх, интернета только не хватает!» «И музыки!» «Буду дома, накуплю дисков, батареек, чемодан!» Он еще не знал, как поют джурии в хозе, что такое библиотека семи пророков и как близки звезды с горы Ашвельд. Он узнал. Я встретил его возле метро. Он рассматривал витрины ларьков, загоревшие, окрепшие, никак не вписывающиеся в слякоть московской осени в толстой кожаной куртке замысловатого покроя. Я хлопнул его по спине и несколько опешил, когда он отпрыгнул выхватив немалых размеров нож. Потом он долго извинялся и говорил, что хлопок по спине в толпе обычная тактика ложарков. Он рассказывал долго, с упоением. Ночью, когда от пустых бутылок ногам под столом было уже тесно, я попросил его взять меня с собой. Он задумался. Видишь ли, оттуда нет возврата. Но ты здесь теперь ты знаешь дорогу? Я там навсегда. Я часть того мира. И он снова начал рассказывать о паутине вечной силы, соединяющей миры, о черном пламени восьмого ада и о наполненных кровью смертью рожденного марсианских каналах с бурыми берегами, об эльфийских королевствах правой руки. Я слушал. Я проснулся от хлопка двери, ошалело побродил по квартире, складывая отрывочные воспоминания. а потом потом в темноте за окном что-то пронеслось. Комнату осветил сноп искр. Видел ли я дракона? Я долго стоял у окна и думал об этом. Кажется нет, не уверен. Я почти убедил себя, что не видел. Но в прихожей на крючке висела его странная куртка из толстой пупырчатой кожи, прощальный подарок. Себе на память он взял мою потертую китайскую дешевку. В его карманах я нашел горстку мелочи, грязный носовой платок, спички, мятую полупустую пачку золотой явы и бурый ноздреватый камень, кусок марсианского грунта. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok